Для детей, достигших 14 лет. Здравствуйте! В эфире программа «Тема». С вами Виктория Шарнина. Федерация профсоюзов – это многочисленная организация, объединяющая более 2 миллионов работников страны. Приходилось ли вам отстаивать права и куда обращаться, если ваши интересы на предприятии задеты? Об этом сегодня мы поговорим с председателем Локального профессионального союза работников Организации образования и науки Кустанайской области, кандидатом педагогических наук в студии Василия Александровича Цымбалюк. Здравствуйте, Василий Александрович! Рады приветствовать в преддверии праздников Дня профсоюзов. Хотелось бы обсудить работу Вашего профсоюза и в целом движение. То есть, что и напомнить, что сегодня представляет профсоюз, как выглядит работа специалистов организации и какие ставите задачи? Надо сказать, что на сегодняшний день в целом вообще профсоюз – это не та организация, которая работала 10, 20, 30 лет тому назад. К сожалению, у многих укоренилось такое понимание, что профсоюз – это организация, которая занимается досугом работников. Сегодня это совершенно другое, это иная организация, главная задача которой – это защита прав, трудовых прав работника, создание условий для его труда. Могу сказать, что наш профсоюз, локальный профсоюз, который я возглавляю, насчитывает в своем составе более 25 тысяч членов профсоюза. Мы одна из крупных организаций области, более 500 первичных профсоюзных организаций. Дело в том, что сегодня конкуренция имеется в нашей профсоюзной среде, и каждая профсоюзная организация работает над тем, чтобы привлекать к себе людей, членов профсоюза, увеличивать членство. Постоянно над этим мы работаем. Могу сказать, что в нашей области нам доверяют более 70% работников сферы образования области, чему мы, конечно, несказанно рады. Закон о профессиональных союзах сегодня закрепил право работника выбирать профсоюзную организацию. И, конечно же, здесь права полные за работником в выборе той или иной организации. Работник, являясь членом профсоюза, уплачивает профсоюзные взносы в размере 1% от своей заработной платы. Поэтому, конечно, работника интересует, а куда тратятся деньги, а на что идут его деньги, а каким образом профсоюз поддерживает людей, и так далее, и так далее, и так далее. То есть сегодня люди, они в этом плане продвинуты, люди интересуются, люди понимают, осознают, в каком профсоюзе им лучше. Ну вот, ситуация вот такая. Расскажите подробнее, а на что, собственно, идут средства, что предоставляет профсоюз сегодня работникам? Ну, если говорить конкретно о нашем локальном профсоюзе, то могу сказать, что мы далеко ушли вперед от своих конкурентов, конечно же. Мы проводим большую разноплановую работу для того, чтобы нашим членам жилось и работалось хорошо, лучше, скажем так. Могу сказать, что в нашем профсоюзе работает юридическая клиника, которая рассматривает все вопросы, касающиеся правовых отношений с работодателем, еще каких-то других отношений с родителями. У тех же педагогов иногда возникают вопросы. У членов администрации, организации образования с органами образования и так далее и тому подобное. То есть, это структура, которая открыто и действует для того, чтобы юридически поддержать со всех сторон наших членов профсоюза. Могу сказать, что количество обращений достаточно большое, более тысячи за год мы рассматриваем обращения, это нормально. Это как раз-таки является определенным фильтром между нами и государственными органами. И человек, придя в профсоюз, находит, у нас, если вот я уже озвучил статистику, более 25 тысяч членов. И если это вот одна тысяча обратиться, это 25-я часть, это не так много на самом деле. Но вместе с тем, это вот такой фильтр, который как раз-таки позволяет людям найти ответы на проблемные вопросы, урегулировать ситуацию, не доходя до каких-то обращений, жалоб. До суда, например. До суда, да. И это есть в нашей практике. Немного, очень немного судебных дел. Но могу сказать, что вот за два последних года статистика такова. Мы рассмотрели 17 таких обращений, которые, отдельные из них потребовали обращений в суд. Вот остальные были разрешены на уровне согласительной комиссии областного уровня. И выгода составила от вот этих рассмотрений, этих обращений в пользу работников порядка 17 миллионов тенге. Достаточно приличная сумма. Ну, приведу пример. Например, к нам обратилась заместитель директора одного из колледжей области, которая проходила процедуру аттестации и, к сожалению, не была аттестована на заявленную категорию. Ну, пришлось нам дойти до суда. Конечно, человек выиграл этот суд и получил законную компенсацию. И сегодня человек уже аттестован и имеет эту самую категорию. У нас очень много вопросов по установлению рабочего времени. Ну, известно у нас у педагогов для оплаты труда закона на статусе педагога установлено в школах 16 часов в неделю. А рабочее время это не совсем то же самое. И поэтому есть нюансы, когда нужно установить рабочее время педагогу. Здесь тоже были такие обращения. Ну, здесь все это очень активно рассматривается не только профсоюзной организацией, но и стороной наших социальных партнеров управлением образования, чему мы, конечно, несказанно рады. Потому что здесь только вместе, только совместно можно таким способом решать вопросы наших работников. Скажите, ну не всегда работники правы. Возможно, и руководитель тоже имеет какие-то вопросы, где работники? Конечно, и в большинстве случаев это так. Мы разъясняем очень много вопросов. Когда к нам, я назвал уже статистику, более тысячи обращений в год, мы разъясняем, даем разъяснения юридические, и люди успокаиваются на этом, понимая, что их требования или их ожидания были завышены. И также к нам и обращаются и руководители школ, и руководители отделов образования. За получением юридической консультации мы открыты, всегда доступны. Кроме вот такого юридического сопровождения, понятно, что мы продолжаем работать и по отдыху и оздоровлению. Эту тему мы не закрыли для себя. Понимаем, что, к сожалению, здоровье у наших педагогов, как и у всех остальных людей, должно быть под пристальным вниманием нашим. И, конечно же, мы организуем летний отдых. Мы не просто занимаемся организацией отдыха, мы еще делаем большие скидки, профсоюзные скидки для отдыха и оздоровления наших членов профсоюза. Но могу сказать, например, до 30% доходит скидка локального профсоюза в период летнего отдыха для педагогов, например, в нашей Заравнице областной Сосновом Бару. Мы централизованно закупаем путевки, мы распределяем их с учетом нашей скидки, с учетом скидки филиалов, первичных профсоюзных организаций. Очень часто педагог оплачивает всего 50% стоимости своего отдыха. Это просто замечательно, я считаю, для наших работников. Также мы занимаемся организацией профессионального туризма, короткими туристическими поездками. Это и города Казахстана, у нас отработаны связи с Туркестаном. По святым местам наши педагоги очень часто любят ездить. И здесь, в этом плане, мы организовываем, берем на себя большую долю затрат. Такие настоящие каникулы устроены. Абсолютно, да. Кроме того, мы организовываем и заграничные поездки. Для наших членов профсоюза, для профсоюзного актива, для работников наших филиалов области. У нас, напомню, вот при такой численности 21 филиал действует на территории нашей Кустанайской области. То есть практически в каждом районе он есть. И таким образом мы охватываем. Мы направляли группу в Москву, мы направляли группу в Санкт-Петербург, где не только туризм наши члены профсоюза осуществляют. Смотрят достопримечательности, знакомятся с историей и так далее, с культурой. Но еще и обучаются. То есть обязательно обучение по профилю профсоюзному они проходят. То есть здесь стараемся так убивать двух зайцев, как говорится. Здесь тоже не за счет членов профсоюза, а здесь частичные скидки нашим членам профсоюза за счет нашей областной профсоюзной организации. Скажите, говоря о профсоюзном движении в целом, нужна ли сегодня реорганизация системы? И какие назрели вопросы? Может быть, каких-то ждете поправок на законодательном уровне? Конечно. Мы обращаемся, постоянно держим связь с мажористом парламента Республики Казахстан. Вот у нас не так давно пришла встреча с депутатом мажориста парламента Смышляевой Екатериной Васильевной, где мы высказали свои предложения по внесению изменений, ряда изменений в законодательство Республики. В частности, мы предлагаем пересмотреть закон о статусе педагога, который там в одной части дискриминирует. То есть если ты работаешь в организациях образования как педагог, то на тебя распространяется закон о статусе педагога. Если ты работаешь в социальной защите, будучи педагогом, выполняешь педагогическую функцию, но ты работаешь в организации социальной защиты. У нас есть буквально недавно случай, открылась новая организация для детей с особыми образовательными потребностями. Там очень много педагогов-дефектологов в штате, а, к сожалению, закон о статусе педагога на них не распространяется. Такое требование законодательства. Также, конечно, мы постоянно предлагаем изменения и в подзаконные акты, и эту работу мы проводим. Касаемо конкретно профсоюзов, могу сказать, что действительно закон о профсоюзах, конечно, уже его, так сказать, функционал уже пора расширить, и пора поработать над ним. Мы тоже эти предложения давали своей вышестоящей организации. Мы уже более года являемся членской организацией отраслевого профсоюза ОРЛЕУ, который возглавляет Дощанова Алмарь Гибаевна. Очень много вопросов, которые не решались, сейчас сдвинулись с мертвой точки. Мы находим поддержку в наших запросах, в наших просьбах со стороны республики, чему, конечно, мы очень рады. Скажите, между локальным профсоюзом и управлением образования области подписано соглашение о социальном партнерстве. Какие нововведения предлагает Союз? Соглашение о социальном партнерстве — это правовой акт, который заключают две стороны. Это управление образованием в нашем случае и локальный профсоюз со стороны работника. Могу сказать, что мы долго работали над ним, практически два месяца. И наше соглашение о социальном партнерстве в январе текущего года прошло требуемую уведомительную регистрацию в Министерстве труда и социальной защиты населения, которое сегодня позволяет уже полностью на основе действующего законодательства быть такой вот основой в правоотношениях между работодателем и работником. Могу сказать, что новое соглашение принято в связи с окончанием срока предыдущего. Улучшено 77 норм, улучшено 44 нормы. Это такой достаточно большой документ по объему, который как раз-таки предусматривает дополнительные льготы и преференции работникам сверхустановленных трудовым кодексом. Ну вот приведу простые примеры. Я специально взял для себя небольшую шпаргалку, потому что запомнить это все невозможно. Постоянно пользуемся этим документом, постоянно изучаем его. И, конечно, здесь вот интересные моменты новые, которые мы ввели в это соглашение, они такие. Например, у нас был дисбаланс между работой, рабочим временем администрации и рабочим временем хозяйственного персонала организации образования. Ну, например, в частности, директор школы уже несколько лет имеет 36-часовую рабочую неделю. Например, уборщик технических помещений имел 40-часовую рабочую неделю. Или водитель, или другие категории, например, обслуживающие, те, которые там маляры, столяры или дворники и так далее. На сегодняшний день этот дисбаланс устранен вот этим новым соглашением. И эта категория работников, так же, как и члены администрации и организации образования, имеют 36-часовую рабочую неделю. Такая была инициатива внесена управлением образования. Нами она была поддержана. Мы только можем поддерживать, потому что на самом деле это правильно. Так не должно быть. Введены дополнительные виды увеличенного действующего отпуска работников. То есть, причем они оплачиваемые. Это вот в таких случаях у нас введено. Если, например, человек следит за своим здоровьем и в течение года учебного ни разу не выходил на больничный, ни разу не был по листу нетрудоспособности дома, тогда он имеет право на три дня дополнительно к отпуску получить согласно этого принятого соглашения. Также, например, если работник взял на себя общественную нагрузку, возглавил профсоюзную первичку. То есть, он выполняет профсоюзную работу. Это общественная работа, которая у нас занимает время и не оплачивается, по сути, нигде не предусмотрена в бюджете расходы на нее. Поэтому здесь вот какая-то такая компенсация моральная больше, наверное. Также, кроме этого, например, если человек зарегистрировал брак в этом году, то ему к отпуску добавляется три рабочих дня. Если наполняемость класса превышает санитарные нормы и правила. Это касаемо городских организаций образования. Если человек работает в классе, где воспитываемые инклюзивно дети находятся, то есть, тоже здесь дополнительно к отпуску предоставляются дети дней. Теперь также этим же новым соглашением мы предусмотрели шесть дополнительно оплачиваемых дней к отпуску помощников-воспитателей. К сожалению, это одна из самых низко оплачиваемых должностей в наших организациях образования. Устанавливается она в детских садах помощник-воспитателя. И у них был отпуск, установленный Трудовым кодексом, 30 дней календарных. Сегодня это 36 календарных дней. Ну и такая очень приятная... Если работник не ходил на больничный, еще и заключил брак, это плюс неделя. Абсолютно, здесь уже с работодателем, конечно, решается вопрос, но, видите, дополнительных затрат это не требует из бюджета. То есть, либо работнику, ну мы это делаем именно к отпуску. Почему? Потому что в летний период, когда нет занятий, нет деятельности, процесса нет. Тогда или педагог, или работник другой категории может этот отпуск взять безболезненно для бюджета. То есть, не нужна замена, доплачивать не нужно. Нужно взять просто эти дни с сохранением заработной платы. То есть, либо он работал бы, получал эту заработную плату, либо он вот в отпуске находится. Дополнительных затрат не требует. Это отличная норма, я считаю. Кстати, она уникальная. В других регионах нашей республики ее еще нет пока. Мы ее ввели, чему, конечно, несказанно рады, потому что управление и образование нас в этом поддержало. То есть, сначала у вас пилотный проект, вы его смотрите и отслеживаете, и затем уже... Абсолютно. И еще один такой пункт скажу про соглашение уже, и на этом можно закончить. Это мы определили выходной день, день знаний 1 сентября для работников образования, у которых дети идут в 1 или 11 класс. То есть, здесь родители получают выходной день с сохранением заработной платы для того, чтобы ребенка за руку отвезти в школу. Это традиция известная, это наш менталитет, установившийся десятилетиями. Без этого никак. Раньше приходилось отпрашиваться этой категории педагогов или работников. Сегодня это закреплено вот этим правовым актом, который в соответствии с законодательством устанавливает вот такие новые нормы, приятные нормы во многих случаях, улучшающие трудовое законодательство, скажем так. Можем отметить, что правовая культура работников сегодня повышается? Конечно, конечно она повышается. И более того, одна из функций профсоюза как раз таки это обучение наших членов профсоюза, всевозможные обучения, не только касающиеся правовых отношений, это и касающиеся непосредственно профессиональной их деятельности. Но могу сказать, что мы бесплатно проводим ежегодно, раз в год, как того требует Трудовой кодекс, обучение членов согласительных комиссий всех уровней. Трудовое законодательство предусматривает наличие согласительных комиссий в каждой организации, где организация является юридическим лицом. Так вот, этих работников, согласно трудовому законодательству, нужно раз в год обучить. На это закладывались бы деньги из бюджета, тратились бы огромные средства. Но могу сказать, что два года назад такие услуги предлагала одна из частных компаний города Алматы, по-моему, 300 тысяч тенге за одного работника. Мы обучаем по 800 работников в год на бесплатной основе. Делаем это сами, мы сами обучаемся, имеем сами сертификаты, наши сотрудники аппарата локального профсоюза. И бесплатно обучаем экономию огромные государственные деньги. Имеет ли член профсоюза ознакомиться с итогами работы за год? То есть, куда ушли деньги? Какие деньги положены? Ну, к примеру, бонусы, лечение, что положено ему? Конечно. Дело в том, что одна из миссий профсоюза — это открытость. Одна из задач наших первоочередных, над которой мы тоже ежедневно работаем, можно сказать, — это открытость профсоюзной организации. Как я уже в самом начале сказал, что человек, оплачивая взнос в профсоюзную организацию, должен знать, куда идут его взносы. Поэтому мы открыты. У нас действует множество каналов, где мы представляем такую информацию. Ну, первое — это Инстаграм-аккаунт, который у нас зарегистрированный. Там более 15 тысяч, по-моему, уже сегодня участников, подписчиков нашего канала. У нас есть канал Телеграм. Постоянно он у нас функционирует регулярно. У нас открыт сайт, на котором есть вся информация, в том числе размещено вот это самое соглашение о социальном партнерстве. И, кстати говоря, вот такой момент, о котором я бы хотел сказать. Мы провели монетизацию соглашения о социальном партнерстве, вот то, о чем я говорил. И вот идеальный случай, если работник воспользовался всеми нашими льготами и преференциями, установленными этим соглашением, то человек в год получает выгоду в размере 3,9 миллиона тенге. То есть это те нормы, которые можно перевести в деньги. А это взносы при средней заработной плате педагога, это взносы за 90 лет на минуточку. Он может получить их, теоретически может получить их в течение одного года. Мы готовим в обязательном порядке публичные доклады по полугодию и по итогам года. Обязательно размещаем их на страницах республиканской прессы. Блин, мы очень тесно сотрудничаем. Кстати, вчера у них был юбилей, десятилетие, с чем мы их, конечно, поздравляем и желаем им процветания и развития. Это местная газета «Учительская плюс», в которой мы публикуем эти публичные доклады. В принципе, стараемся очень часто участвовать в передачах подобных вашей. Спасибо за то, что вы приглашаете, потому что на самом деле нашим членам это интересно. Армия огромной людей, не всегда можно дойти до каждого человека. Мы сегодня стоим, поставили такую задачу, профсоюз для каждого. То есть, то, о чем вы спросили, это значит, если я заплатил 100 тысяч тенге в профсоюз, скажем, или 50 тысяч тенге. На что пошли мои деньги? Конкретно, куда они расходовались? Вот, в принципе, это такой краткий экскурс, скажем, в этом направлении. В направлении повышения уровня заработной платы, повышения обеспечения новых, более комфортных условий труда. И это просто человеческий подход, который мы стараемся через соглашение провести. Того, чего нет в законодательстве, скажем так. Тем не менее, профсоюз остается дело добровольным, член профсоюза может и выйти, и вернуться, или это уже какие-то ограничения? Нет, вы абсолютно правы, законом о профессиональных союзах это закреплено, работник имеет право выбора. Мы в своей деятельности сталкиваемся с не всегда честным поведением наших конкурентов, не всегда верными распоряжениями руководства, иногда органов образования. Но в целом, вот 70% работников сферы образования Кустанайской области нам доверяют, нас это не может не радовать. Мы смогли сохранить эту численность, то есть мы не можем удерживать насильно людей, кто хочет, может выйти. Есть факты, когда мы новые первички открываем. Вот у нас сейчас на подходе уже две новые первички достаточно крупные в области, в сфере образования, не только в сфере образования. Вот поэтому мы над этим постоянно работаем, именно обеспечивая право работника в выборе профсоюзной организации. Постоянно делаем на это акцент. Мы выпустили семь топ-причин, почему нужно быть членом локального профсоюза. Мы их довели до сведения наших членов профсоюза, публиковали в прессе. То есть мы постоянно над этим работаем, мы не стоим на месте. Вы как человек, имеющий большой опыт в сфере образования, какие бы проблемы, какие бы вопросы хотели поднять на уровне профсоюзов, чтобы это полностью решить или какие-то внести коррективы? Мы ставим сегодня вопросы определения рабочего времени педагога. К сожалению, так повелось испокон веку, что мы говорим сегодня о педагоге школьном, учителе. Была ставка 18 часов, за которую производится оплата. Сегодня установлено законом о статусе педагога 16 часов, то есть уменьшено еще на 2 часа. То есть если у учителя 16 часов в неделю, ему оплачивается за эти самые 16 часов. Это считается его ставкой, и за это он получает заработную плату. Но установление вот этого размера заработной платы в зависимости от часов, стажа и категории еще не устанавливает его продолжительность рабочего времени. И вот, например, мы в соглашении, в социальном партнерстве, о котором я говорил выше, мы предусматриваем 5 часов сверх вот этой нагрузки для педагога, что работодатель может его задерживать на работе для проведения совещаний, планерок, мероприятий, еще чего-то. То есть 5 часов в неделю или 20 часов в месяц. То есть для чего это сделано? А как раз таки, чтобы определить вот это самое рабочее время. Мы склоняемся к тому, все-таки мы профсоюз, мы стоим на защите прав работников. И мы склоняемся к тому, что если работнику платят за 16 часов, то, извините, он должен работать 16 часов. Он не должен работать 40 или 36 часов. Ну, к сожалению, законодательство о труде сегодня таково и закон о статусе педагога сегодня такой, что требует более другого, скажем, рабочего времени. Не то время, за которое платят ему заработную плату, а немного другого времени. Мы сегодня стоим над тем, добиваемся того и предлагаем эти изменения нашим депутатам от Кустанайской области, чтобы внесли изменения в соответствующие законы и это время упорядочили. То есть есть же, кроме законов, еще подзаконные акты, есть приказ министра об установлении рабочего времени педагога, который позволяет установить меньшее время по договоренности с работодателем. Но один работодатель идет навстречу и устанавливает без всяких вопросов это рабочее время сокращенное, то есть не 40 часов, ну не 36 часов даже, меньше часов. А другой работодатель говорит, нет, меня это не устраивает, я вот буду по закону 36 часов положено, значит будем 36 часов работать. То есть понимаете, да, учитель кроме 16 своих уроков, он еще должен 20 часов в неделю, в неделю быть на работе, присутствовать на работе, выполняя свое рабочее время. Ну это такой перегиб в нашем законодательстве, такой вот нюанс, что ли скажем, который сегодня встал очень остро, очень много обращений по этому вопросу. Ну я думаю, что совместными усилиями мы добьемся успеха. Чаще всего преподаватели, да, члены профсоюзов обращаются с проблемами или все-таки за консультацией? Чаще всего, конечно, это консультации. Консультации правовые у нас так повелось, высшее образование педагогическое не предусматривает основ правовых любых. Ну может быть в каком-то исключении есть какой-то один курс по трудовому законодательству, как человеку прийти и написать заявление, как устроиться на работу, с чего складывается его зарплата и так далее. А нюансы вот этого самого установления, например, рабочего времени или начисления заработной платы или прохождения аттестации для получения категории, эти нюансы не изучаются в высших учебных заведениях. И вот как раз эту брешь перекрывают профсоюзы. Сегодня мы над этим работаем и мы разъясняем педагогам, что правильно. В большинстве случаев, конечно, это заканчивается разъяснением. Мы ведем работу, мы в обязательном порядке не противопоставляем себя работодателям. Мы понимаем, что они тоже в определенные тиски зажаты действующим законодательством, не всегда могут пойти на встречу с учетом этого. Но мы стараемся не доводить до каких-то согласительных комиссий, до судов. Мы стараемся уравновешивать эту работу и, так сказать, примерять стороны, не доходя до какой-то конфликтной ситуации. Мы стараемся уговорами, разъяснениями исключить конфликт. То есть медиативная функция профсоюзов, вот она в действии, вот в таком виде абсолютно. Какие цели ставите на ближайший период, если не до конца года, то в начале следующего? Вы знаете, у нас большие стоят задачи перед нами, перед профсоюзной организацией. Конечно же, в первую очередь мы работаем над увеличением членства. Это улучшение всех наших новых форм деятельности. Могу сказать, что, конечно, в этом году мы были вынуждены подсократить как-то свою деятельность, изменить планы деятельности в связи с тем, что, вам известно, была ситуация с паводками в начале года. И, конечно, больших затрат это потребовало. И, конечно, пришлось... Как в это время помог профсоюз педагогам? Отличный вопрос. Могу сказать, что именно наша профсоюзная организация совместно с отраслевым профсоюзом «Урлеус», при личном участии Алмы Иргибаевны, мы смогли оказать пострадавшим педагогам от паводков, а их более 350 в нашей области, смогли оказать помощь в размере 18,5 миллионов тенге. Это одномесячный фонд финансирования наших первичных профсоюзных организаций, то есть, в принципе, каждый педагог принял участие. Это финансирование наших филиалов и, конечно же, это финансирование нашей областной организации. В целом мы урезали свои мероприятия для того, чтобы оказать вот эту посильную, возможную помощь нашим педагогам. Ну, могу сказать, что, конечно, на юге нашей области было большое количество пострадавших, и там, где вода зашла в дом, там, где пострадало жилище, мы выплатили педагогам по 50 тысяч тенге. Это существенно, учитывая выплаты из бюджета, они тоже не такие большие были. Да, там, понятно, у кого пострадало жилье и там смыло, им давали деньги на восстановление, на ремонты. А вот какие-то первые нужды, ну, поехать, не знаю, там, у многих не было просто вещей каких-то после паводка первостепенных. Вот на эти все расходы, конечно, профсоюзная помощь. Без внимания и помощи вы не оставили. Придит сразу два профессиональных праздника, День Учителя и День Профсоюзов. Что пожелаете коллегам? Я бы хотел, пользуясь случаем, поблагодарить вас за сегодняшний разговор, пожелать коллегам, конечно же, крепкого здоровья, успехов в их труде, в их новых начинаниях, сплоченности, единства, процветания нашей профсоюзной организации. Мы работаем для вас, уважаемые коллеги, и для того, чтобы вам трудилось комфортно. Всех с праздником, с Днем Учителя, благодарных вам учеников и родителей. Спасибо. Мы присоединяемся к поздравлениям и еще раз поздравляем вас с профессиональным Днем Учителя и Днем Профсоюзов, успехов и новых достижений. Спасибо большое. Спасибо, что пришли в эфир нашей программы. Спасибо. Я напомню, это была программа «Тема». Спасибо за внимание. Всего доброго. Спасибо.